В нашем регионе наступило настоящее долгожданное лето, но отправляясь жарким июньским днём на отдых к водоему, тверетяне могут навредить своему здоровью. К такому выводу пришли специалисты регионального управления Роспотребнадзора. Эксперты ведомства проверили популярные у горожан места для купания. Выяснилось, что далеко не все они соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. Подробности в материале нашего корреспондента. В последние дни столбики термометров стабильно держатся в районе отметки 27-30 градусов. Это стало причиной того, что горожане заполнили места массового отдыха. Традиционно много людей собирается на набережной Афанасия Никитина. Кто-то занимается спортом, кто-то просто прогуливается, а кто-то проводит время, купаясь и загорая. Но в такие жаркие дни выбирать вариант проведения досуга нужно продуманно, чтобы потом не пожалеть. Об этом говорят результаты исследований экспертов регионального Роспотребнадзора. Специалисты надзорного ведомства проверили популярные у тверетян места массового отдыха. Выяснилось, что не все они отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям. Так, наибольшие претензии у специалистов к качеству проб, отобранных на неофициальном городском пляже. Здесь, по результатам лабораторных исследований, образцы почвы и воды не соответствуют нормам по микробиологическим, а также санитарно-химическим показателям. Долгое нахождение в такой воде, а также ее попадание в организм, говорят в региональном управлении Роспотребнадзора, может нанести существенный вред здоровью. Следует обратить внимание, что купание в водоемах, вода которых не соответствует гигиеническим требованиям, может явиться фактором, провоцирующим заболевания кожи, слизистых оболочек. А при заглатывании такой воды явится причиной поражения желудочно-кишечного тракта и возникновением иных инфекционных заболеваний. Аналогичная ситуация и на диком пляже у реки Тверца, еще в одном месте, куда в жаркую погоду стремятся жители города. Здесь специалистов Роспотребнадзора также не устроило ни качество воды, ни качество почвы. Впрочем, как показал экспресс-опрос, проведенный нашим телеканалом, не всех горожан риск навредить своему здоровью во время отдыха на тверских водоемах сильно пугает. Я прислушиваюсь, конечно, но это надо обосновывать, чтобы к этому серьезнее относиться. Нормально, плавать можно. Купаться нельзя, поэтому в воду не лезем, а отдых приятный очень, погода отличная. Я знаю, что в воде как бы нашли бактерии, но сейчас, сказали, вода нормальная, соответствует норме. На мой взгляд, вода соответствует своему уровню. Единственное, что после дождей добавилось листвы, но я думаю, течение сделает свое дело со временем. Но с детьми не рекомендую. А так для себя пару часов можно выделить. Тем не менее, относительно чистые места для отдыха на территории Твери найти все-таки можно. Так у экспертов Роспотребнадзора нет претензий к качеству почвы на карьерах в Старой Константиновке, а также на реке Тьмака в поселке Первомайский. Но состояние воды на Тьмаке по-прежнему оставляет желать лучшего. Впрочем, отправляясь на отдых даже в то место, которое отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям, не стоит забывать о существующих угрозах. Ситуация с коронавирусной инфекцией в регионе по-прежнему остается непростой. А потому, собираясь на пляж, помните о средствах индивидуальной защиты и соблюдении социальной дистанции. Только в этом случае ваш отдых не будет обрачен каким-либо опасным заболеванием.